А перед началом обзора я хочу порекомендовать вам бодрый ютуб канал LifeZone. Проект понравится всем геймерам, при этом не только ПК, но и консольщикам и даже тем, кто увлекается мобильными играми. Здесь вас ждут игровые фильмы, а также трейлеры популярных игр на русском языке. Автор подбирает только годный игровой контент, поэтому каждый найдет что-то интересное для себя. Канал, к слову, только-только появился, поэтому давайте своей тусовкой поддержим автора лайками и подписками. Ссылочка есть в описании. Привет интернет, с вами Илья и это новый выпуск рубрики Игровой Андроид Фрэш. И как всегда по традиции я показываю комментарии троих самых активных людей из предыдущего видосика. Это Вовчика Геймс, Мистер Морлан и до мира респект вам, пацаны. А мы начинаем наш топ и первая игра на сегодня это Ликвидатор. Супер крутая новичка на андроид со своим сюжетом и качественным геймплеем. В игре вам предстоит играть роль бывшего солдата специального назначения. Мы отправились на работу в офис, но тут случились страшные события. Все пошло не так и на нас нападает некая террористическая группировка. Теперь нам ничего не остается как только тряхнуть стариной. Мы берем в руки оружие и идем стрелять, стрелять и еще раз стрелять. При этом здесь есть сюжетка, поэтому играть будет точно интересно. Игра, сразу говорю, сложная, так как противники здесь умные, они умеют прятаться и достаточно эффективно нас атакуют. Игрушка мне очень понравилась, я обожаю когда в играх есть сюжет, поэтому респект разработчикам. Также стоит выделить атмосферные саундтреки, да и просто затягивающий кровавой процесс. В общем попробуйте, ссылочка есть в описании. А мы идем далее, игрушка Nobleman 1896 наконец-то вышла на андроид девайсы. Перед нами некий гибрид стратегии в реальном времени и шутер с видом от третьего лица. События происходят в альтернативной версии 19 века, где воцарилась стимпанк стилистика. Любители стратегии смогут создавать свои армии и таким образом захватывать территории. Элемент шутера от третьего лица здесь вступает в действие, когда вы включаетесь в сражение, где вы будете уже управлять персонажем или группой таких вот персов. Игрушка уверен тоже многим зайдет, так что попробуйте. Time Crash долгожданный паркор. Разработчики решили не изобретать велосипед, а за основу взяли старый добрый Mirror's Edge, а именно паркор-систему. Но некоторые фишки они все же перенесли на свой вкус в такой вот проект, и получилось очень даже годно. Игрокам предстоит управлять временем, чтобы избегать препятствия более эффективно. В игре присутствует сюжетный режим, состоящий из 15 уровней, поэтому играть будет очень интересно. Сюжет между уровнями игры подается через ката сцены, что тоже очень здорово. Главному герою предстоит спасти мир от опасных экспериментов зловещей корпорации, а для этого ему придется бежать, бежать и еще раз бежать. Ermo, расслабляющая головоломочка. Ermo это расслабляющая игра головоломка с очаровательной и очень милой графикой. Мы погружаемся в ландшафт и цвета Ermo, и позволяем им погрузить вас в увлекательный и непередаваемый словами мир. Вы узнаете правила за несколько секунд, но Ermo затянет вас на несколько часов. Home Behind, симулятор выживания на русском языке. Home Behind это игра, в которой вы окажетесь в роли беженца, которому предстоит нелегкий путь в Европу. Ваша страна объята пламенем гражданской войны, и вы вынуждены покинуть свои родные места. Сможете ли вы пережить голод, разбойников и много других опасностей на своем пути? Найдете ли вы свою семью? В общем, помогаем нашему персонажу. А мы идем далее, и следующая игра на сегодня это на тему скейтбординга, игрушка по названию Night Houston State Life. Это незамысловатая, но функциональная и очень красочная игра в жанре спортивной аркады. Внутри нас ждут ежедневные турниры против других реальных игроков, множество детализированных локаций и всевозможных комбо-трюков. Элементы управления здесь очень простые, поэтому вы сразу же почувствуете себя комфортно в данной игрушке. Снайпы Ghost Warrior, снайперский шутер. Сделайте первым выстрел. Это очень бодрая игра в серии про снайперов, которая становится наконец-то мобильной. Наши тут невероятные спецэффекты, отряды специального назначения и просто огромный арсенал. В игре доступно более 200 миссий, в котором игрокам предстоит отстреливать меткими выстрелами наемников, а также ликвидировать главных боссов. Освобождаем заложников, прикрываем союзников и сопровождаем автомобиль на протяжении 15-часовой кампании с шестью живописными локациями. Ну что ж, с ныночкой мы заканчиваем, и теперь немного новостей. Супер Нитбой Форевер выйдет уже летом 2018 года на всех актуальных платформах. Данная серия хоть и является сиквелом к оригиналу, но все же очень сильно придает интерес. Начнем с того, что здесь не изменилось. Доктор Фитус все еще засранец, игровая сложность здесь тоже так же высока, но управление здесь очень отзывчивое. И снова здесь поменялись уровни, они стали более такими динамичными, что тоже очень здорово. Здесь, в общем-то, будет повышаться сложность с каждым прохождением локации, поэтому играть будет интересно. Митбой и Бандаж Девочка отныне не беззащитны и с радостью будут уничтожать врагов такими вот крутыми кулаками. Управление теперь включает две кнопки и четыре действия. Это прыжок, атака в прыжке, ковырок и подкат. Релиз More Fight намечен на 20 сентября, то есть уже вот-вот скоро поиграем. Игрушка, конечно же, выйдет на Android, поэтому как только это случится, я тут же дам вам знать. Первоначально я помню, что релиз был запланирован на 7 сентября, но видимо у разработчиков что-то пошло не так, и им пришлось поменять планы. Что ж, будем ждать игрушку. Ну и последнее на сегодня, и на Gamescom 2017 компания Vivid Games показала свой долгожданный мобильный тайтл Metal First Urban Domination. Сейчас проект находится в стадии софт-запуска в App Store, и по традиции, конечно же, на роль тестеров были выбраны Филиппины, и мы будем надеяться, что уже скоро сможем заценить данную игрушку. Вообще, релиз запланирован на 4 квартал этого года. Ну что ж, на этом наш выпуск подходит к концу, и я очень рассчитываю на вашу поддержку. Гоу, большие пальцы вверх, обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Ну а у микрофона был, как всегда, Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok